Исследование, проведенное в Китае, показывает, что лучше всего пережили изоляцию люди, которые во время изоляции могли работать, и эта их работа была нужна кому-то. Найдите для себя такую работу, кому-то помогайте, и будете чувствовать себя значительно лучше. Паника делу не поможет, прятаться бессмысленно, нужно просто соблюдать требования врачей, которые сейчас доступны, и это все понятно, и системно налаживать свой быт. Мы оказались в новых условиях, которые требуют новых подходов. Занимайтесь. Пик эпидемии в России еще не пройден, он случится где-то в начале мая, на майских праздниках, и дальше, будем надеяться, эпидемия пойдет на спад, и к июле ситуация уже с эпидемиологической точки зрения нормализуется. Человек ко всему адаптируется, но чем больше вы сопротивляетесь новым правилам игры, тем дольше будет приходить процесс адаптации. Поэтому задача сейчас просто смириться с этим и принять это как должное. Станет легче. Боюсь, мы не увидим полного снятия карантина еще достаточно долго. Дело в том, что возможно появление вторых волн, дополнительных вспышек, и постепенно будут где-то открывать, где-то закрывать, смотреть на бизнес, на экономическую ситуацию, исходить из этого. Просто помните, что все проходит, и это пройдет. Да, возможно, даже год у нас вырвут из обычной жизни, и будет непросто, но мы уже переживали с вами немало кризисов, надо быть к этому готовым. Это как сходить в армию. Вот такая у нас общая армия, может быть, даже на год. Это иллюзия, что мы можем какую-либо ситуацию взять под контроль. Нам так кажется. На самом деле, огромное количество факторов всегда влияет на нашу жизнь. Вопрос не в контроле ситуации, вопрос в контроле собственных чувств. Если вы их контролируете, тогда вы можете справляться с любой ситуацией. Не думаю, что нам кто-то специально врет. В этом нет никакого смысла. Просто ситуация новая. Никогда мир с этим не сталкивался, правительство с этим не сталкивалось. Ну, действительно, есть гипотезы, есть предположения, есть научные исследования. Ну, не смотрите просто телевизор и занимайтесь собой. Есть замечательный фильм на злобу дня, называется «Заражение». Там, когда кто-то из участников дискуссии начинает говорить, что это конспирология, какая-то заговор, другой отвечает. Понимаете, для распространения свиного гриппа достаточно свиней. И это правда. Не надо преувеличивать. Проблема не в честности. Проблема в том, что ее мало. Мало тестов. Тесты не все достаточно хорошие, потому что это новое заболевание к нему. Нет такой готовности. Никогда столько людей не тестировали. То, что болеет больше людей, чем выявлено, это совершенно точно. Нет, не считаю, обычная инфекция, пандемия, такие случались в истории человечества много раз. Вопрос меры, которые предпринимаются. Но очевидно, что карантин позволяет разгрузить здравоохранение и дать возможность большее количество людей спасти. Да ясная ситуация. В общем, у нас эпидемия. Нужно стараться защитить себя и близких. Очевидно, что на помощь нам системно никто не придет. И вопрос состоит в том, как выживать дальше, что делать, чему учиться, куда идти. Вот задача. Нам надо накопить общий коллективный иммунитет. Ничего страшного в этом нет. Чаще заболевание протекает бессимптомно. Оно опасно только для определенной категории граждан. И опасно, если медицина не готова к приему большого количества пациентов. А так это, в общем... Я сегодня как раз написал в посте. Скорее всего, когда мы вернемся к нормальному существованию, мы к нему вернемся, зависимость у большинства людей снизится. Так всегда происходит зависимость вот в таких ситуациях. Хотя будет больше онлайна, в принципе. Одни переживают, что их не пускают на работу. Другие, что они выходят на работу. Ну, на самом деле, риск не очень велик, если эпидемиологи разрешают это. И хорошо, если будут разрешать, потому что это позволит нашей экономике существовать в целом. Каждому из нас. Тут я могу дать только самый простой совет. Значит, возьмите, распределите еду, разложите ее по контейнерам и подпишите по дням, что вы будете в каждый день есть. Это самый такой верный способ контролировать себя. В противном случае, вы просто не замечаете. Это обычная психология. Мы не хотим примерять на себя плохое. И в случае, когда мы можем как-то отодвинуться от плохого, сделать вид, что его не существует, нам становится легче. Так что это просто психологические защиты. С психологической точки зрения, это утрата доверия и общая враждебность такая по отношению к другим людям в частности. Поэтому хороший мой совет вам. Воспитывайте в себе сейчас доброту. Думайте про других людей. Заботьтесь о них. Это важно вам самим. Продолжение следует...